Сколько я себя помню, у меня всегда была мечта открыть свою собственную компанию по производству органического мыла. Именно поэтому я и устроилась на эту работу. Но вот уже два года работаю в отделе маркетинга крупного бренда в должности младшего администратора, и вместо того, чтобы с радостью работать в этой известной компании, я разочаровалась тем, как все происходит, и все больше мечтаю начать собственное дело. Все следующие выходные я провела изучая различные форматы питчей. Я решила, что лучше всего будет следовать требованиям одного из крупных стартап акселераторов. Если бы я смогла подать заявку в один из них, я бы точно смогла презентовать нашему директору по маркетингу. Я выбрала делать питч-деку, которая основывалась на шести элементах. Проблема, решение, бизнес-модель, рынок, конкуренция и команда. Итак, в чем же проблема? Большинство брендов мыла для тела не только не имеют по-настоящему освежающего запаха, но, что важнее, они продаются в дешевых пластиковых контейнерах, которые чаще не служат больше месяца. Однако новые современные потребители считают, что мыло для тела – это выбор стиля жизни, и они хотят иметь средство, которое не только работает, но и пахнет невероятно освежающе, а также является экологически чистым. Своё решение я назвала Элеменс – экологически чистое мыло. Это органическое мыло, которое выпускается в четырех фантастических ароматах все унисекс. Это водный спорт, небесный полет, заземление и огонь. Элеменс можно заказать только онлайн. При первом заказе покупатель получает красивую стеклянную баночку, и одним нажатием кнопки он получит пополняемые пакеты, которые отправятся к нему домой в экологических бумажных упаковках. Наша бизнес-модель – это результат нашего понимания ценности клиента в течение жизни. Наши клиенты Элеменс будут очень лояльными, поскольку они сделали четкий выбор своего стиля жизни. Поэтому первая покупка, которую они совершат, рассматривается как инвестиция в долгосрочные отношения. Они обойдутся покупателю в 25 долларов, и они получат красивую стеклянную баночку и пробный набор из четырех вкусов. Деньги, которые мы заработаем позже, мы получим от продажи пакетов пополнения в экологических бумажных пакетах – 15 долларов за литр. По аналогии с известной бизнес-моделью бритв и лезвий. Рынок огромен. Вначале нашими основными клиентами были городские женщины в возрасте 20-30 лет, живущие в США. Они хорошо образованы, заботятся об окружающей среде и заинтересованы в самовыражении через выбор стиля жизни. Согласно моим исследованиям, в среднем они тратят на мыло для тела около 50-100 долларов в год. Поскольку в США насчитывается около 15 миллионов женщин в возрасте 20 лет, живущих в городах, общий объем рынка составляет не менее 750 миллионов долларов в год. Как только мы захватим часть этого рынка, мы будем расширяться на других потребителей и выходить на международный рынок. Нашими конкурентами являются крупные бренды. Они владеют рынком годами, рассказывая потребителям, что средства для мытья тела выпускаются только в дешевых пластиковых бутылках, которые оказываются в океане или на свалке. Небольшие стартапы, такие как наш, также могут конкурировать с ними в некоторых сферах. Но мы скорее рассматриваем их как союзников, поскольку мы боремся за одно и то же просвещение потребителя, чтобы они перешли на более экологическое мыло. Пока что моя команда состоит из меня и моего брата, который в настоящее время учит биологию и химию. Но скоро он получит диплом, и поскольку он по-настоящему помешан на природе, он полностью согласен помочь мне разобраться с формулой успеха. Мои сильные стороны — это коммуникабельность, организованность и четкое понимание того, что хотят девушки моего возраста. Я работала до ночи в воскресенье, чтобы сделать свой идеальный питч. Через несколько дней в офисе я увидела директора по маркетингу и взяла инициативу в свои руки. Я попросила его уделить мне три минуты его времени, чтобы я смогла сделать ему презентацию, но вместо того, чтобы выслушать меня, он просто сказал «Почему бы вам не сделать питч в следующий понедельник» на заседании совета директоров. Старые парни всегда открыты для новых идей от молодых людей в компании. Может быть, они профинансируют прототип и проведут рыночное тестирование. Затем он добавил с улыбкой. Самый большой секрет получения финансирования заключается в следующем. Попросите денег — получите совет. Попросите совета — и вы получите деньги. Я была совершенно потрясена. Я должна представить свою идею совету директоров? В ту ночь я не могла заснуть. Я была слишком взволнована тем, что сказал мне директор по маркетингу. Я думала о том, что делать или кому позвонить, чтобы спросить совета. Я позвонила своему бывшему учителю, который уже основал несколько успешных компаний. На следующий день мы встретились, и я изложила ему свою идею. После того, как он меня выслушал, мой учитель очень обрадовался и сказал «Если в понедельник твою идею не поддержат, я профинансирую первые 50 тысяч долларов, чтобы ты начала работать». Я была так взволнована и так благодарна. Когда я добралась до дома? Я поняла, что на самом деле не хочу, чтобы кто-то другой купил или продал мою идею. Я хочу попробовать сделать это сама. Я позвонила своему менеджеру, поблагодарила за уделенное мне время и сказала, что увольняюсь с работы, чтобы начать свое собственное дело. А как насчет тебя? Ты когда-нибудь пыталась представить свою бизнес-идею? Запиши свою идею, попробуй все этапы, как описано в этом видео. Опубликуй свою идею в комментариях ниже. А еще лучше, почему бы не сделать настоящую презентацию? Если ты чувствуешь, что это видео полезно, подпишись на канал, поставь лайк и напиши в комментариях. Это очень поможет нашему каналу расти и развиваться.